Добрый день! Сегодня мы прочитаем книгу, которую написал Джон Роул и называется она «Хорошо, что я такой». Ёжик Элвис был невероятно любопытен. Однажды тайком от своего лучшего друга крокодила Рокки, он отправился гулять по лесу. Шел малыш с интересом оглядывался по сторонам, да вот под ноги смотреть забывал. Бух-бум, Элвис провалился в какую-то темную яму. Он летел, кувыркаясь, отскакивая от холодных земляных стен. В конце концов приземлился на что-то мягкое. Хозяин норы кролик ничуть не обиделся и любезно помог Элвису выбраться наружу. Ёжик поблагодарил его и задумался, какой же кролик мягкий и пушистый. Вот бы мне стать таким же уютным, как он, а не жестким, как корать дерево. Элвису оборачивался и махал кролику лапкой. И вдруг споткнулся обо что-то густой траве. Это был удав. Элвису раньше никогда не доводилось видеть удавов. Ах, какой ты узорчатый, восхитился Ёжик, а на мне нет ни одного самого малюсенького рисуночка. Удав с удовольствием принял похвалу и совсем не загордился. Он поставил Элвиса на ноги и снисходительно пожелал счастливого пути. Ёжик был немного неуклюж, поэтому спустя некоторое время наступил на хвост крысе, хозяинчившей около своего домика. Прошу прощения, смущенный по барматалон. Дымовитая крыса подняла Элвиса с земли и заботливо отлихнула с него на липшие листья. Ох, хотел бы я иметь такую черную, блестящую шерстку, как у тебя. А я вот серый и тусклый, грустно сказал Ёжик, растрогав лесную крысу, которая в душе была сентиментальной. Следующий, с кем познакомился в лесу Элвис, оказался Крот, терпеливо рывший норку. Друзья бы, Крот очень понравился Ёжику. «Как бы мне хотелось стать таким же гладким и без колючек», подумал Элвис. Но не все звери в лесу работали, не покладая лапок. Поперёк тропинки, на которой шёл Ёжик, улёгся отдохнуть ленивец коала. «Вот это уши!» — воскликнул Элвис так громко, что разбудил его. «Не то что мои, совсем крошечные, почти незаметные». Ёжик углублялся всё дальше в лес, встречая новых зверей. Увидев, как купается в грязи поросёнок, он вздохнул. «Как бы я хотел иметь такой же хвостик рючком, а у меня хвостика почти и не видно». Лягушонок, делавший зарядку, показался Элвису восхитительным, потому что был влажным и скользким. «Почему же я сухой, как сморщенный осенний листочек?» — расстроился Ёжик. У старателя, лепетирующего ворона оказался замечательный громкий голос. «А я умею лишь тоненько пищать», — едва не расплакался Элвис. «И мне никогда не научиться петь!» На опушке леса усердно тренировался щенок. Он стремительно наматывал круги вокруг дерева. «Вот это скорость! А мне приходится ковырять на своих коротеньких лапках!» Потом Элвис повстречал хамелеона. Тот величественно позировал известным обезьянкам-художникам. Обезьянки все время ворчали на модели, ведь хамелеон постоянно менял свой цвет, им никак не удавалось сосредоточиться. «А вот я не умею меняться, я всегда одинаковый. Это так скучно!» — сам себе сказал Элвис, отходя в сторонку, чтобы не отвлекать художников. Ежик шел по лесу, погрузившись в грустные мысли. Все звери оказались необыкновенно красивыми и талантливыми. Все были лучше его. И вдруг Элвис поткнулся обо что-то большое зеленое. «Вот ты где, колючка моя ненаглядная!» — вскричал крокодил Рокки, сжимая Элвиса в объятиях. «А я тебя везде ищу, кактус ты мой любимый!» Ежик давно знал Рокки, но сейчас посмотрел на него другими глазами. «А все-таки здорово, что крокодилы такие жесткие и чешуйчатые!» — подумал Элвис, изо всех сил обнимая друга. А потом неожиданно произнес. «И хорошо, что я серый и колючий! И что я снова вместе со своим Рокки!» Встреча друзей не прошла незамеченной для лесных обитателей. На полянку прибежали, прискакали, приползли новые приятели Элвиса. Рокки крепко обнимал ежика. «Ты это ты, дружище!» — сказал крокодил. «И я ни за что на свете не хочу, чтобы ты стал другим!» И лесные звери согласились с Рокки, ведь они полюбили Элвиса таким, какой он был — серым, колючим, с коротенькими лапками, крошечными ушками и почти без хвостика. А следующая история называется «А дома лучше!» — написала ее Юта Лангройтер. «Ох, как я устала!» — проворчала мама зайчиха. «Тебе все приходится повторять по два раза. Когда же ты, наконец, уберешь комнату! Ты так до сих пор и не умылся, и утреннюю зарядку сегодня не делал!» «Это я устал!» — закричал в ответ зайчик Джосси. «Ты самая противная мама на свете! Я вообще уйду и буду жить у моих друзей!» У сестры Джосси Марты задрожали усики, и у другой его сестры Мэтти тоже задрожали усики. У мамы усики не дрожали. «Хорошо!» — сказала она спокойно. «У каких друзей ты будешь жить? У Сони Лары, Барсука Рафи и у Белочки Фипси, а еще у кузена Пеппи!» — перечислил Джосси. «Ага!» — сказала мама зайчиха. «И у кого из них ты хотела бы жить больше всего?» «Какая разница? Все равно будет лучше, чем здесь!» — сказал Джосси сердито. Он упаковал свой рюкзак и отправился в путь. Зайчишка Марта горько заплакала. Зайчишка Мэтти тоже. «Подожди!» — успокоила их мама зайчиха. «Он обязательно вернется!» Первым делом зайчих Джосси пошел к Соне Ларри. Все семейство Сонь очень обрадовалось. А мама Соня сказала «Я надеюсь, ты останешься с нами!» И она потрепала Джосси по шерстке. «Но почесать у меня за ушком она не может!» — подумал Джосси. «Это умеет только моя мама!» На обед были вкуснейшие корешки с крапивным салатом. А потом Джосси, Лара и остальные маленькие Сони стали играть. Они рисовали, строили башни из кубиков, играли в магазин и переодевались. «Ой!» — вдруг закричал Джосси. «Что это?» «А, это ты просто наступил на шарик!» — сказала Лара. «Чуть ногу себе не сломал!» — пожаловался Джосси. «На полу столько всего валяется! Может быть, пора убраться?» «Неа!» — сказала Лара. После вкусного ужина с маринованными луковицами тюльпанов все улеглись спать, потому что очень устали. В среди ночи Джосси захотелось в туалет. Было так темно! Он споткнулся об игрушечный магазин и ударился о башню из кубиков, а на обратном пути зайчонок подскользнулся на карандаше и упал прямо на брата Лары Лео. «Лара!» — сказала следующее утро Джосси. «Мы все равно будем дружить, но я не могу остаться жить у вас. Тут столько всего валяется. Я буду все время спотыкаться!» Все с Соней махали Джосси на прощание, когда он уходил к своему следующему другу — семью барсуков. «Тебе будет хорошо!» — сказала мама барсучиха и обняла Джосси. «Это очень приятно!» — подумал Джосси. «Но почесать у меня за ушками она не может. Это умеет только моя мама». На обед был густой бобовый суп с фаршированной жуки, но их Джосси есть не стал. У барсучка Рафи было не так много игрушек, чтобы об них спотыкаться. А играть в прятки в большой разветвленной норе было очень интересно, вот только мешал какой-то странный запах. Джосси спал с Рафи и его двумя младшими братьями в одной комнате. Здесь тоже странно пахло. «Не мог бы Рафи хоть немножко меньше пахнуть!» — думал Джосси. На следующее утро Рафи разбудил зайчонка. «Завтрак готов!» — закричал он. «А потом мы опять будем играть!» «Разве вы не умываетесь по утрам, когда проснетесь?» — спросил Джосси. «Неа!» — улыбнулся Рафи. «Мы никогда не умываемся, только вылизываемся, чтобы быть немного почище». «Потому-то от вас так и пахнет!» — сказал Джосси. «Это наш фирменный семейный запах!» — засмеялся Рафи. «Рафи!» — сказал Джосси. «Мы все равно будем дружить, но я не могу остаться жить у вас!» Перед тем, как пойти дальше к Белочке Фипсе, Джосси хорошенько вымылся в ворчаке. Все семейство Белок очень обрадовалось приходу Джосси. На столе сразу появилась тарелка с ядрышками орехов и дубовыми листочками. Мама Белка погладила Джосси по голове. «А вот за ушками она меня не почесала. Это может только моя мама!» — подумал Джосси. «В домике Белочек все было чисто прибрано. Никто плохо не пах. И с Белочкой Фипсе Джосси мог целый день бегать и смеяться. Фипсе показала ему, где их семья прячет съестные припасы. Джосси бы никогда не догадался. Все было бы просто прекрасно, если бы не... Да если бы Джосси не надо было забираться на дерево, чтобы попасть в дом к Белкам. Даже когда Фипсе помогала ему, это было очень непросто. По сравнению с этим, наша утренняя зарядка вообще ерунда», — подумал Джосси. А Фипсе он сказал, «Мы все равно будем дружить, но жить у вас я, к сожалению, не могу». И Джосси отправился к своему кузену Пеппи. Он бежал через лес, по широкому лугу, через поле и мост рядом с деревней. Тетя Гюзина крепко обняла его. «Она очень хорошая, но почесать меня за ушками не может», — подумал Джосси. «Это может только моя мама». У кузена Пеппи было просто здорово. Джосси ни оба что не спотыкался. Никто плохо не пах. И в дом попасть было очень просто. «Были только радости, чудесные прогулки со всей семьей, захватывающие игры с Пеппи и его друзьями, и каждый день морковка или редиска. Я здесь остаюсь», — решил на второй день Джосси. «Я здесь остаюсь», — думал на третий день Джосси, но что-то першило у него в горле. «Я здесь остаюсь», — думал Джосси на четвертый день, но что-то ныло у него в животе. «Я здесь остаюсь», — думал Джосси на пятый день, но что-то кололо у него в сердце. На шестой день зайчик Джосси сидел и думал, «Все здесь меня любят. Я делаю только то, что мне нравится. У меня все есть, но мне чего-то ужасно не хватает». И вдруг Джосси схватил свой рюкзак и бросился бежать. Он пробежал через поле, через мост, прискакал через широкий лук, промчался через лес прямо к своему дому и распахнул дверь. «Мама!» — закричал он. «Джосси!» — радостно воскликнула мама. «Вот ты и снова дома!» Вот еще две сказки, с которыми мы познакомились. А на этом я с вами прощаюсь и говорю до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!